День рождения президента. Дональд Трамп сегодня взял на работе отгул. Ему исполнилось 72 года и глава государства решил отпраздновать дату в кругу семьи. Как отмечать будет и какого подарка ждет, выяснил Дмитрий Анопченко. В расписании президента на сегодня записано, никаких публичных мероприятий нет. Что и понятно, даже у политиков такого уровня есть право на личную жизнь. Тем более, что и цифра впечатляющая. Дональду Трампу 72 года. Он стал самым пожилым человеком, которого когда-либо в истории Америки избирали главой государства. Раньше в день рождения президента в Вашингтон обычно звонили с поздравлениями из европейских столиц. Но после публичного конфликта с союзниками в Квебеке, ни Мэй, ни Меркель, ни Трюдо, скорее всего, звонить не захотят. Наверняка делаются телеграммой. Да и сам Трамп не захочет от них ни слов, ни подарков. Его предшественникам на день рождения преподносили самые невероятные презенты. Рузвельту как-то прислали зебру и льва из Эфиопии. Никсону китайцы панду подарили. Бушу из Аргентины передали 140 килограммов сырой баранины. Но сейчас все по-другому. В день рождения Трампа сделали два подарка и весьма своеобразных. Во-первых, к этой дате приурочили публикацию документов расследования по делу Клинтон. Когда помните, в вытонсть госсекретарем она использовала частный сервер для деловой переписки. И многие имейлы были стерты. Для Трампа это важная тема. Он использовал ее в ходе предвыборной кампании. Но, во-вторых, на полном серьезе появились заявления о необходимости выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира. Даже близкий к Обаме экс-посол Майкл Макфол написал. Если с разоружением Кореи все сложится, сам напишет письмо в Нобелевский комитет. Чем вызвал шквал критики, вынужден было говориться, мол, считает успех переговоров с Кимом маловероятным. Но сам факт таких разговоров отличный президент Трампу. Ведь он, по словам людей, знакомых с ним лично, человек самолюбивый и нуждающийся в признании. А еще сердце именинника явно растаяло от слов любимой дочери. Иванка Трамп с самого утра поздравила отца, вывесив детскую фотографию и написав теплые слова. Ведь когда ты миллиардер, да еще и президент, в день рождения вместо дорогих подарков иногда достаточно просто признания. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.